456 страница, практически чуть выше середины страницы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Одиннадцатая строчка сверху, после точки. Итак, мы продолжаем шестую главу книги Гаррета Чева, в которой... Присаживайтесь, молодой человек, пожалуйста. В которой Алта-Ребе развенчивает все мифы о том, что Чева — это раскаяние. И говорит о том, что Чева — это на самом деле попытка вернуть всю ситуацию на место в этом мироздании, как это было раньше. И шестая глава в данном случае уходит уже в сторону от такого... Наоборот, точнее, пятая глава ушла немножко в сторону, точнее, Алта-Реба ушел немножко в сторону от объяснения, что же такое Чева, тем, что он достаточно много уделил внимания объяснению того, что такое карет и всякие смертные казни с небес. Помните, мы обсуждали смертные казни с небес, отсечение души и так далее. И вопрос, который возникает, мы задали его в конце пятой главы, это о том, что если это все так просто, если просто нарушил заповедь, за которую полагается смертная казнь с небес. Да, кто мне приведет пример, на прошлую, кто я спрашивал? Карет, за что полагается карет? Аким, Аким, стоп. За что полагается карет, например? Нарушения шабата нет. В прошлом уроке я задал тот же самый вопрос, и мне дали тот же самый неправильный ответ. За что полагается карет? Кто мне напомнит? Марат. Преднамеренное нарушение Йом Кипра, допустим. За это полагается с течением души. Преднамеренное пожирание хлеба хамеца в Пейсах. Знаешь, что это нельзя. Теперь, по идее, если этот мир, как мы объясняли до того, он весь логичен, весь устроен таким образом, что все работает, как хорошо налаженная машина, то что должно произойти? В тот момент, когда ты покушал карет, покушал хамец в Пейсах, в этот момент твоя душа должна... Исчезнуть из этого мира. Но факт в том, что она не исчезает. Алта Рэба приведет объяснение, что это не происходит моментально. Как Афштейнс говорит, что когда ты перекрываешь реку, это значит, что река сразу пересыхает. Она продолжается пока. Мы объясняли примеры. Но все равно, уже в начале нашей главы, 6 главы, Алта Рэба задает простой вопрос. Но ведь мы видим на сегодняшний день, что нас окружают люди, которые преднамеренно нарушают Тору и специально нарушают Тору и Заповедь. Зная, что это нельзя, специально нарушают. И поверьте мне, Малка, можете не указывать на себя. Я встречался с людьми, которые это делают настолько брутально, назло другим. Специально. Просто я считал, раньше я считал, что это пережитки. Неважно. Я говорю не о том, когда считают, что пережитки прошлого, а специально нарушают Тору и Заповедь. Вы смотрите, как гей-парады в Иерусалиме. Когда это делается специально в Иерусалиме. Вы знаете, мое достаточно либеральное отношение к таким вопросам. Но я знаю лично людей, которые специально кушали некошерную еду в хомет-спейсах. Или у меня были ситуации на работе, когда работал в Рослипе Тор, когда устраивали там какой-то день рождения. Там было много некошерных ресторанов, когда люди специально шли, зная, что там будет достаточно людей, которые соблюдают кошер. Они специально шли и покупали некошерную еду. Поверьте мне, евреи всегда найдут о том, как выпилиться и подумать, опа, как мы сейчас. Казалось бы, если это работало все так, как мы говорили раньше, то эти люди должны сразу исчезать из этого мира. Моментально исчезать из этого мира. Но мы видим, что они не только, это то, что Алтаребы говорят здесь, не только не исчезают, а наоборот написано, что пути грешников в этом мире, они успешны. И спрашивается, почему такое происходит. Мы объяснили раньше, что все, что мы говорили о всей той закономерности логической связи, которая есть, это происходит тогда, когда был существовал храм. Как мы уже объясняли два урока назад, или три урока назад, что нам сегодня понять о том, как обстояли дела, как была существовала взаимосвязь между евреями и Всевышним, когда был храм, это для нас нереально. Это вообще не в наших возможностях, потому что тогда Божественное присутствие было просто настолько объективной реальностью, что ни у кого общего вопроса. И тогда, когда в такой ситуации кто-то делает такой грех, то тогда понятно, секир башка, секир душа, отрезая душу, и все на свете понятно. Но, как мы объяснили, что после разрушения храма, сегодня, когда храм разрушен, когда не то, что Всевышний решил разрушить храм, а мы привели к такой ситуации, что шхина, она уходит из этого мира, она ушла из этого мира, и это дало возможность разрушить храм, потому что храм, как мы уже доказывали, что был разрушен, так сказать, разрушенный храм, не будем давать сейчас подробности, то сегодня, это не очевидно, сегодня нет этой очевидной связи. То, что мы начали говорить на прошлом уроке, что у всего в этом мире есть духовный источник. Теперь источник всего в этом мире, это что? Это Всевышний. Это логично, да? Всевышний источник всего. Теперь, но, как мы говорили в предыдущих разах, смотрели это совершенно с другой перспективой, что то, что Всевышний сотворил этот мир таким образом, что этот мир управляется рамками природы, или по-другому мы скажем, что Всевышний создает свое управление этим миром. Вадим, садитесь за этот стол. Вы тогда держите книжку. Ты знаешь, как можно поменять карты? Получается. То, что Всевышний сделал одолжение всем творениям таким образом, что он управляет этим миром через рамки природы. Но рамки природы – это тоже только материализация того, что есть на самом деле. На самом деле, как мы сказали в прошлом уроке, что... Да, как написано, по-моему, в книге... Нет, не Тандовый Лиау, где-то написано, я уже не помню. Да, 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 сейчас не вспомню, где-то написано, но... Что нету травки, которая прорастает в этом мире, без того, чтобы на верху стоял ангел и бил по ней, говорю, расти-расти. То есть, есть... Запишем, выпишем, ждем. Прости, раз. Что есть у всего этого мира, есть духовные инстанции, которые мы управляем. Понятно, что все управляют Всевышним. Да? И тогда, когда был храм, евреи, которые были... Выполняли желания Всевышнего, которое присутствовало Всевышнего, было объективным, то в этот момент мы получали жизнь здесь напрямую от Всевышнего. И тогда было что-то просто, ты выполнил заповедь, ты в шоколаде, ты нарушил, ты не в шоколаде, в чем-то другом, коричневом, да? Да? То есть, было все абсолютно четко. Сегодня, когда храма нету, когда нету, образно говоря, я понимаю, сейчас буду говорить каким-то странным языком, но нету, образно говоря, этого портала, который осуществует эту прямую связь со Всевышним. Да? Нету этого аутлета, в который ты можешь прийти, и все станет ясно. А сегодня этого нету. Сегодня, когда мы выгнали Шхину вместе с собой из этого, из храма, из земли Израиля и так далее, то сегодня, сегодня управление этим миром осталось таким же, материальным миром. Кто управляет этим материальным миром? А? Нет. Не то, чтобы это его посредники, но есть механизм, который был создан, чтобы управлять этим миром в животный мир. Евреи же, по идее, как скажут, Садигма Монаторихи, я правильник будет жить своей верой, получает жизненность от Всевышнего. Когда Всевышний сокрыт, то и тот источник жизненности, который мы получаем, то благосостояние, которое мы получаем, он точно так же сокрыт. Его нету, он не очевиден. И поэтому сегодня от того, что растет ромашка... Он не очевиден, но он есть. Он есть, но то, что растет ромашка, она растет для нас гораздо более очевидно. Это не потому, что это желание Всевышнего. А почему? Потому что есть минералы в земле, которые разлагают то зерно, которое туда попадает. Для нас даже не очевидно, что есть духовный механизм, который проецируется в этом материальном мире. Тогда, когда был храм, так как нам было очевидно, кто крутит рукоятку шарманки, кто стоит над этим всем, то нам было очевидно, как этот духовный механизм работает, проявляясь в этом, проецируясь в этом материальном мире. Сегодня для нас не очевидно присутствие хозяина. Соответственно, для нас непонятно, что сегодня мы... По-простому. Сегодня, когда у человека есть ощущение божественности, в какой ситуации у человека будет ощущение чего-то возвышенного? Избавился от проблемы. Вдруг там что-то произошло, бабка сказала, петух корректнул, что-то произошло. Когда человек... Что нас впечатляет? Когда прочитали гороскоп, и все сбылось. На картах второго нагоняли, и все получилось. Это у нас ощущение чего-то духовного. Мы сегодня не воспринимаем Бога, как только что-то эзотерическое. Мы воспринимаем проявление Всевышнего, как действительно что-то за рамками этого мира. И поэтому мы на самом деле, даже самые религиозные люди, самые религиозные люди думают, что управляют этим миром, что это не... Думают, что это Всевышний, но на самом деле мы верим в какие-то духовные силы. Во что мы верим? Да? Что если поцеловить Мизузу, то это блеск, да? Причем здесь Бог? Где здесь Бог? Мы верим в том, что не класть ключи на стол, класть ключи на стол – это плохая примета. Что приснились зубы с кровью ночью – это плохой сон. Где здесь Бог? Причем здесь Всевышний? Это кто сказал? Это вы это воспринимаете таким образом. Но, как сказал один из моих учителей, он сказал, что Всевышнему не нужна тарелочка с голубой каемочкой, чтобы он давал на вам месседжи. Да, Всевышнему не нужно, чтобы вы вкладывали в книжку письма, чтобы находить там ответы. Он найдет, как тебе дать ответ. Поэтому все... Поймите такую вещь, что сегодня даже самые религиозные... Я уже не говорю о нерелигиозных людях, которые носят там красные ниточки, которые там хамсу вешают. Когда одна знакомая сказала, что сколько у меня... Она прислала мне фотографию, что теперь у меня все будет хорошо. У нее тут наклеена золотая хамса и еще красная ниточка на... Хамс это... Ну, хамсу. Рука это, да? Хамс. А? Хамс. Она называется хамсом. Да? Там у людей, не дай бог, кто-то заболел, они звонят мне и говорят, что мне делать? Я говорю, там, вот Элим читает. Причем здесь Бог? Ну как? Малко, где здесь Бог? Обращаемся именно к Творцу. Нет, мы хотим какую-то технологию, которая будет работать, чтобы исправить наши проблемы. Это в худшем случае, или в одном случае, скажем так. В другом случае мы считаем, что да, есть какая-то духовная сила, которая управляет этим миром, и мы будем делать то, что мы считаем, это хорошо для этой духовной силы. Но мы не делаем это потому, что это желание Всевышнего. Нет заповеди от Всевышнего, читать Таилим, когда человек болен. Нет, есть заповеди от Всевышнего читать Таилим. Я понимаю, непонятно объясняю? Что сегодня даже наши, я еще раз подчеркиваю, самых религиозных людей, восприятие Бога идет через вот эти вот, то, что здесь Алтаребы говорят, мазалот, какие-то духовные силы, какие-то, что-то, что вне рамок этого мира, как это влияет на этот мир. И от этих, эти все силы, это Ситра Ахра, это обратная сторона. Что-то более положительное, но обратная сторона не имеется только что-то, что-то нехорошее. Обратная сторона имеется в виду, это не прямое желание Всевышнего, зачем Он сотворил этот мир. Всевышний сотворил этот мир для того, чтобы просто выполняли его желание. Не потому, что кто-то заболел, не потому, что будет браха поцеловать Мизузу. Нигде, нигде, ни в одном источнике нету написано, что нужно целовать Мизузу. Ну, хоже, он 613 заводит. Да, условно выполняет. Вот именно это и есть. Единственная наша связь со Всевышним сегодня напрямую это выполнение желания Всевышнего, так как это описано в Аллахе, только потому, что это желание Всевышнего. Не потому, что за это будет браха. Не поэтому. Это уже эгоизм. И нарцисс, да, как Спиноза сказал о том, что Спиноза был крайне религиозным человеком. Да, он ни в коем случае, я говорил об этом на прошлом уроке, просто наткнулся на это. Он ни в коем случае не отрицал присутствие Всевышнего. Он говорит, что да, Всевышний действительно всех любит. Но говорит, и любить Бога, это абсолютно нормально. Это естественное состояние человека. Но говорить о том, что Бог любит меня, это нарциссизм. Что значит Бог меня любит? Потому что я целую Мизузу, какая разница между теми, я понимаю, что сейчас говорю какие-то совсем уже заоблачные вещи, но какая разница между теми, которые либо куда-то пошла? Между теми, которые, извините, не дай Бог, Лаангель крестится и постоянно целуют Мизузу за 10 раз, когда проходит. Никакой разницы. Никакой. Если мы делаем что-то, почему за это будет браха? Это никакого отношения ко Всевышнему не имеет. Пери Бога нет. А? Сколько я слышал людей, поцелую Мизузу, будет браха. О, теперь у нас, сколько я людям вешаю Мизузу, теперь у нас будет браха. Я говорю не о том, я не говорю, плохо это или хорошо, я говорю, что наше сегодня восприятие Всевышнего, оно на самом деле происходит тоже из-за этих духовных сил, которые точно так же стучат по листику, травки говорят, расти, расти. Мы не воспринимаем сегодня как во времена Крама Всевышнего как такового. Мы воспринимаем это так, как нам этого хочется, так как нам это хорошо. Мой собственный, дорогой, любимый Бог. Да, и поэтому сегодня, отсюда, тогда это можно логически объяснить, что сегодня действительно у грешников, грешники гораздо больше преуспевают. Почему? Потому что, когда человек нарушает желание Всевышнего, когда человек нарушает желание Всевышнего, давайте посмотрим технологическое, энергия, которая происходит, ну, энергия, которая спускается в этот мир. Когда ты нарушаешь желание Всевышнего, образно говоря, приходит в этот мир энергия, которая называется ситраха, обратная сторона, его желание, которая происходит, оживляя точно так же, не только все негативное, а весь механизм мироздания, все рамки природы, оживляется это ситраха. Так, обратная сторона, какая-то клепа, да, какая-то нечистота, не обязательно нечистота, какая-то оболочка. Так, мы говорим, что после того, как храм был разрушен, то этим миром получается, очевидно, объективно управляют только этот механизм каких-то потусторонних сил, которые мы называем ситраха. А в управлении Всевышнего сегодня нету портала, где ты можешь это увидеть напрямую. И поэтому, грешник, который работает в рамках этого мира, ну, он уходит на работу, потому что он зарабатывает деньги, живет, потому что он зарабатывает деньги, умирает, потому что он зарабатывает деньги. Образно говоря, это упрощение. О, его, его успех в этом мире гораздо более реальный и очевиден, потому что источник, он проявлен, он находится в системе. Праведник, который живет, написано, царикмом Анатолий Хедс, про свои веры, он вне системы. Он не получает это благословение напрямую. Во времена храма это было все очевидно. Сегодня все наоборот. И поэтому, давайте продолжим сейчас читать. Я напомню, 456-я страница. Если вы можете bring me the seltzer and the refrigerator, мне опять сушник не могу. Да, из стаканчика. Да? И Алта-Рэбэй продолжает и говорит, «Ва адраба, бьетер сет бьетерос». И более того, больше и сильнее есть жизненность у грешников в наше время, в этом мире. Альтвия, мы в арбезроракодиш, как это объясняется в книге Зо, Парашат Пикудей, на главу Пикудей, «Шиколь шефа выхаюта, нишпаотля, адама тахтонбуч». Что все благосостояние жизни, которое влияется на человека, в этом материале, нижнего человека, нижнего человека, в этом смысле мы теряем иметь. «Бь шаа вэрэга, в тот час и в том мгновении, шо сэ араба и не ашем, когда он делает зло в глазах Всевышнего, бь маасэ обадибур, оберабера, когда он это делает или в действии, или словом, или просто задумывается о грехе. «Хаколь нишпала мэй халат, халат ситраха, бь мкм варбезонар кольдыш», Ему все, влияние на него, вся жизнь идет из, образно говоря, дворца ситраха, нечистой стороны. То есть, в этом наше время, когда отсутствует храм, когда скрыт Всевышний, этим миром управляет ситраха. сегодня, если ты, соответственно, когда ты делаешь грех, то то, что ты получаешь, энергию, которую ты получаешь за это, она приходит из ситраха. Теперь вопрос простой и логичный. Спасибо, Кивочка. Вопрос простой. Сегодня, когда ты работаешь в большом корпорации, да, корпорация занимается, я не знаю, разработкой нетворкс. Да, у тебя есть начальник, который ничем нетворкс не понимает, он определяет тебе зарплату. Его нетворкс не интересует, он занимается финансовым обеспечением, чтобы карандаши были в офисе. И при этом у тебя есть другой специалист, который большой специалист в нетворкс. На самом деле, эта компания занимается тем, что разрабатывает различные нетворк технологий. Но, кто тебе дает зарплату? Тот, кто занимается карандашами. И поэтому, сколько бы ты не просил у какого-нибудь специалиста по нетворксу, который напрямую занимается эта компания что те повысили зарплату ты не был а если бы спросить начальника карандашей он тебе повысить пример понятия сегодня этот мир управляется ситра от а того что давайте не обманывать это все пропаганда о том что когда мы это уже доказывали десятки раз что сегодня вот когда я очень люблю такой подход очень люблю такой подход когда говорят что вот здесь целая организация которая заниматься танкируем говорит вот что когда ты будешь выполнять западе тебе будет хорошо от человек который не выполняет западе на живет это духовной жизни ему плохо ничего подобного логически работает все совершенно наоборот спасибо большое а абсолютно наоборот в этом мире этом миром управляет ситра к и ты будешь хорошо зарабатывать хорошо жить в этом мире иметь яхту машину дачу и красивую длинноногую жену если ты будешь зарабатывать много денег а не и это то что является рамками этого этого мира а если ты будешь выполнять заповеди всевышний следить изучать торов и так далее то никому ты ничего не должен и уже никакого удовольствия от мира ты не будешь получать если у тебя нету цели получать удовольствие от этого мира то жить какой-то жизнью присмыкающейся и это нормально но нету в этом мире которые хотят жить этой жизнью даже самый большой талмидех и хамим которые живут в недостатке и проголодь и так далее периодически ругается женой потому что жене тоже нужно зачем-то кормить детей и поэтому говорить о том что если чай когда рассказывают и ведут отсюда ребята сколько я сталкиваюсь этим еду сюда ребята из учиться в ешиву и там он промывают мозги в израиле гая что вот такое счастье это будет сеть решили учиться и родители почему-то не согласны с этим и добровольно не прикуп лежать сюда и объясняет что для вас это будет счастье если вы будете платить двадцать пять тысяч долларов в год за то что я буду сидеть там учиться в ешиве родители этого не понимают за что должен быть почему я должен платить если это счастье почему за него должен платить поэтому не нужно не нужно говорить о том что вот это совершенно неправильный подход что вот будешь соблюдать заповедь тебе от этого будет хорошо ничего хорошего от этого не будет соблюдаем мы заповеди потому что от этого хорошо спасибо даже и потому что он такой теплый в холодильнике не было не потому что это хорошо нам от этого хорошо не потому что от этого плохо а только потому что это желание всевышний хор плохо и хорошо это субъективное понятие. Если мы соблюдаем заповедник, потому что от этого хорошо, это эгоизм. Нет, мы не делаем. Если нам, может быть, от этого хорошо, замечательно, но не поэтому мы соблюдаем заповедник. Но по-простому, по той логике, по которой не пришел, хотя некоторые с этим не согласны. Но так, как это работает сегодня, по простой логике, в этом мире, когда ты выполняешь заповеди, тебе от этого будет только плохо. Потому что этим миром управляет ситраха. И когда ты выполняешь, делаешь нарушение, то ты делаешь хорошо ситрахой, которая управляет этим миром. И поэтому тебе должно быть хорошо. Логически тебе будет должно быть хорошо. Нелогически. Нелогически. Тебе будет хорошо другого, но не здесь, не сейчас, не так, как бы этого хотелось. Кто-то не согласен? Кто-то кто-то его спросил, что кто-то с Богом его спросил, что это правда, что вы можете сделать чудеса или что-то. А он ответить, если он сказал, что я не помню как-то словно, что это запускает, как бы вы говорили, о механизме изъятия. Мы говорили уже, мы говорили уже об этом, что в удаизме, когда мы говорили, если не помните, о медитации, что в удаизме то, что во время медитации люди начинают летать, заниматься левитацией и так далее, это как побочный эффект. Не для этого мы это делаем. Потому что тогда, когда ты свое бытие выводишь за рамки материального мира, то тогда действительно эти рамки, это национальный мир. Но! Если ты говоришь, человек, выполняй заповеди, потому что тебе от этого будет хорошо. Потому что если ты не будешь открывать магазин в шаббат, то тогда ты заработаешь много денег. А если откроешь, подавишься деньги на лекарства, то человек не выйдет за рамки материального мира. Потому что у него мотивация связана с этим материальным миром. Да, понятно. Понятно? Малка, не расстраивайся. Не, не расстраивайся. Просто слушаю. Дело в том, что действительно когда-то человек нарушает, и если все, по-моему, в этой жизни преуспевает, так же, а вот как учителя объясняли, что Бог ему все в этой жизни, он мог в будущей жизни. В смысле, в грядущем мире нет места. Окей. И? Кинобород. И теперь вы приходите к классику к кино из Брайтона и говорите ему, мне курить шаббат, потому что у тебя не будет места в грядущем мире. Он говорит, а у тебя будет? А где этот грядущий мир? Мне сейчас хорошо. Почему я знаю людей, абсолютно интеллигентных, образованных людей, которые делают что-то только потому, что им от этого хорошо. Я знаю людей, которые... Я вам приведу пример. Я вам приведу пример. Конкретно, очень грустный пример. Один мой Танин знакомый. У него умер отец, ни про кого не будет сказано. Ну, в возрасте уже там. Все. И... Не было места на окладыще здесь, в Вашингтонском, Брухлин. Он живет в Монгаланде, но хотел он, чтобы был в Брухлин. И похоронил в Квинсе. Потом, я говорю, ну смотри, что делать вам, чтобы быстрее подать земли, не важно за какие деньги. Он говорит, я заплачу, у меня столько... Ну, он действительно очень богатый человек. Заплачу, сколько же вы? Он говорит, нет. Не было места. Через 4 месяца, по-моему, ему приходят, говорят, есть место, можно взять. Труп нужен сегодня. Он заплатил огромные деньги, выкопал своего отца и перекопал, перезакарил. Сделал еще одну церемонию. Один же знакомый проводил эту церемонию и захоронил его еще раз только там, потому что вот он хотел вот на этом кладбище. Я его говорю, зачем тебе это? Ты понимаешь, что ты делаешь? Какие нарушения? У нас вообще не принято первый год на кладбище ходить, в словах объяснить, насколько это плохо. Он говорит, я хочу, чтобы мне было удобно. Я с работы еду, заехал на кладбище, что я говорю, а что мне там покоролено? Вот мне так хочется. Ему хорошо от этого? Да. Он сделал это, потому что ему от этого хорошо. И так работает сегодня этот мир. Мы нарушаем. Если мы говорим человеку, что нужно нарушать западе, потому что соблюдать западе, потому что тебе от этого будет хорошо, потому что ты будешь больше зарабатывать, и лучше у тебя будет секс, и будет у тебя там не то, и другое, и третье, и четвертое. Это вранье. Оно может быть. Никто не спорит. Но это не обязательно. О, только тогда, когда ты понимаешь, что не в этом бой, тогда это происходит. Вот, типа, на витоке. Выполняем мы заповеди в этом мире не потому, что от этого будет хорошо, не потому, что будет плохо. Мы уже говорили, что все эти грядущие миры, награды и так далее, это все развод для нашего Ецерора. Вполне может быть, что ничего подобного и нет. Потому что для нашей, мы уже объясняли это, для нашей Божественной Души не нужно мотивации, чтобы выполнять желания Всевышнего. Это все, что она умеет. Так? Соответственно, для кого нужны все эти заслуги наверху? Для нашего животного начала. А если животное начало, это именно этот мир, то каких заслугах наверху идет речь? В этом мире выполнять желания Всевышнего и Всевышнего. Но не забудьте, что первый вопрос, который зададут на небесах, то, что написано в Геморе, это были ли вы честны в бизнесе? Были ли вы честны в бизнесе? Не о том, как ты молился и как ты ходил в Йом-Кипру в синагогу и как ты каялся и как ты изучал Тор. Ты был в этом мире. Есть правило, по которому евреи должен жить в этом мире. Почему? Зачем? Никто не знает. Не потому что от этого здесь хорошо, не потому что там хорошо, а потому что это так проявляется желание Всевышнего. Поэтому в первую очередь нужно было, чтобы в этом мире будет хорошо. Чтобы, как говорится, потом не было... Стыдно и позорно. Стыдно за... Чтобы не было мучиться больно за бесцельно прожитые годы. Поехали дальше. Всем горь. Дальше. После точки. Ну, опять-таки, если человек старается для того... Мы должны стараться для того, чтобы ему было хорошо, это тоже удовлетворение. Есть равное? Да. То есть мы должны удовлетворять свое целое? Почему? Наши мудрецы говорили, когда один из мудрецов Талмуда на перерыве шел кушать, он говорит, я иду сделать одолжение своему несчастному животному началу. Кто сказал, что он должен есть? Мы обязаны. Мы обязаны поддерживать здоровье в нашем животном начале для того, чтобы выполнять в этом мире заповеди. Но никто не сказал, что нужно для этого кушать мороженое. Но не нужно, конечно... Я понимаю, что я утрирую. У меня был другой пример, где одна подруга моей жены вышла за очень легиозной девушкой, вышла замуж за очень легиозного хабанника, которым мне, наверное, не рассказывали, что есть еще этот мир, кроме грядущего. Ну, к сожалению, у неофитов это часто бывает. И он там запрещал своей жене кушать мороженое. Ну, вообще, жуткие вещи. Потом он разрешил только в шабос кушать мороженое. Ну, они развелись, конечно, она стала абсолютно нерелигиозной. И... Нет, не то, что я не знаю, как она выглядит сейчас. Но факт, он понятно, что... Смотрите, давайте не будем замучать краски. Если нас будут спрашивать, как мы вели себя в этом мире, то я просто для того, чтобы понять, где вот эта вот грань, то насколько мы занимаемся этим миром, насколько мы занимаемся желанием Всевышнего, я советую почитать просто в Китсу Шуханорхе «Законы взаимоотношений между людьми». Да? Аллахот бина, дамы, хаврады, лопа, маста, матан. Где очень интересно написано эти законы. Там, допустим, например, написано, что человек обязан быть скромным и не стремиться к каким-то особым материальным благам и окружать себя роскошью и так далее. Но, с другой стороны, человек не имеет права жить совсем в прощенной жизни и должен в честь и уважении содержать свою семью. Где эта грань? Где есть необходимость, а где есть шоу? А кто решает? Сам решает. А если человек... Если у него грань необходимости шеи, я знаю, для него это необходимо. Что значит необходимо? У меня есть знакомый, как он может, он может, естественно, нормальный, если у него грань необходима, он видит свою семью каким-то образом. Для него это необходимо. Это грань. Это грань. Его это грань шире. Так где проходит эта грань? В его голове. Вот здесь, посередине. Это и есть грань между животным и Божественным началом. И самое интересное, что она динамична, она меняется каждое мгновение. Каждое мгновение у нас совершенно другое представление о том, что такое хорошо, что такое плохо. В то время нет ничего, ничего однозначного. Знаете, я у меня был примерно, Шаббас рассказывал, в пятницу я давал одну лекцию, и как говорили там о Красной Корове, о логических, о логических заповедях. Я просил привести пример заповеди, которые есть логические объяснения. И все говорят, ну не убивать. Я говорю, вы уверены, что у этой заповеди есть логические объяснения? Ну как же, убивать нехорошо. Я говорю, давайте всех с вами. Убивать можно? Нет, убивать это нехорошо. Убивать это нехорошо. Это была такая интеллигентная русскоязычная публика. Я говорю, а Дантеса хорошо было бы убить? Ой, Дантеса мы бы убили. За что? Он говорит, ну он же Пушкина убил. Ага, что было не за что? Ну Пушкина бы не за что. Дантеса, Пушкина. Ну, ворево, Пушкин был тем подарком. Нет, Пушкина разбил его. У Пушкина было достаточно, но я не в этом случае сужу. Но как только, секунд, не об этом я говорю. Секунды назад все говорят, ни в коем случае нельзя убивать. Я привел не пример там человека, который там насильника малолетних, не дай Бог. Я привел просто человек Дантес. Тут же да. Так вопрос, это логистики запретного убивать или нелогически запретного убивать? Это говорит только о том, что вот эта вот грань, между тем, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно, у нас меняется каждое убивание. И поэтому нет четкой грани, что мы делаем для нашего животного начала, для нашего божественного начала, что мы все время ходим по этому острию нашей. Окей, давайте чуть-чуть продолжим дальше. Адам, губаль, пхера, и этот выбор всегда стоит за человеком. Человек, он хозяин своего выбора. Имликабедаш, паатома, и холоститраха, или получить влияние, жизненность из отдела ситраха, обратно стороны источника нечистоты. Он и холостит душа, чем ничпавод коломах шабота, возмух душа, или из отдела святости, что оттуда происходят все добрые мысли и святости, и так далее. То есть, что мы говорим? Что мы говорим здесь? Что, в конце концов, как тогда, во времена храма выбор был у нас, точно так же и сейчас выбор у нас. Только тогда этот выбор был гораздо проще, потому что было все очевидно, но при этом почитайте только книгу пророков и что там происходило. Сегодня этот выбор гораздо сложнее. Сегодня ничего очевидного нет. Но человек точно знает, точно так же знает, на самом деле, если человек будет честен самим собой, так как эта грань между хорошим и плохим проходит внутри нас, не где-то, не между республиканцами и демократами, не между правым и левым, между религиозными, нерелигиозными, между евреями и арабами, нет. Эта грань проходит только внутри нас. Если человек будет честным самим собой, то в любой данный момент, отрывок, момент времени и отрезок пространства мы будем всегда знать, что хорошо, что плохо. Всегда знать. Да, этот выбор может быть очень болезненным, этот выбор может быть очень сложным, но он всегда есть. Мы всегда готовы его сделать. И выбор стоит между тем, мы будем получать жизненность от ситрахы, от нечистоты, или мы будем пожелать получать жизненность от святости. То есть, другими словами, в этом и заключает единственный выбор, о котором говорит мой Шарабейн, что все, что от нас мы выбираем, это выбрать благословение, это хорошо, жизнь, это не так, вы браками благословением проклятия, между жизнью и смертью, это то, что мы выбираем. Это то, что мы выбираем. Причем, что объяснить объективно, что хорошо, что плохо сейчас, невозможно. Невозможно. Я знаю только одного человека, который, не используя слово я, мог объяснить человеку, что такое хорошо, что такое плохо, абсолютно субъективно, не потому, что он так считает. это кто? Это Любайши Скиребе. Причем, Любайши Скиребе, если вы посмотрите видео, почитаете записи, он каждому человеку, другому человеку, объяснял не то, что он считает, что хорошо, что плохо. Он давал этому человеку понять, что хорошо, что плохо для него, для этого человека. Не потому, что я этого хочу. Все понятно, абсолютно. Да? Он не говорил о себе. Он не говорил, сегодня любой человек, я очень много над собой этим работаю, когда я хочу этому человеку что-то объяснить, когда я не могу, когда я знаю, что у меня ничего не получится, когда я начинаю объяснить, что я хочу, чтобы он услышал то, что я ему говорю, что он со мной всегда, ничего подобного. Рэба никогда не хотел, чтобы с ним соглашались. Рэба всегда давал человеку его объективное хорошо. Успеха давайте.